Пока единственные пассажиры передвижной лаборатории безопасности – вот эти манекены. Один расскажет, как правильно пользоваться детским креслом, другой – как оказать первую помощь при ДТП. А еще внутри специализированного автомобиля – целый мобильный автогородок. В России действуют уже 11 таких центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Реализовать проект в Коми удалось за рекордно короткие сроки. От идеи до реализации у нас прошел самый короткий промежуток времени. Мы на это потратили чуть меньше двух месяцев. Представляете, что это такое? Когда людям надо акцентировать внимание, когда им нужно договориться, найти условия, определиться с техникой, определиться с преподавателями, со всеми необходимыми дополнительными возможностями. И это все плюс соответствующие средства, плюс соответствующее софинансирование из республиканского бюджета. Это непросто, но тем не менее для того, чтобы это случилось именно здесь, именно в республике, вот пока в Сыктывкаре, но я думаю, что лаборатория будет курсировать по региону, и, конечно, в других наших муниципальных образованиях они увидят. Мы будем продолжать эту работу и будем наращивать эти мощности и объемы. По словам исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков, именно конструктивный и открытый диалог с правительством республики позволил Коми попасть в список регионов, где будет колесить своя лаборатория безопасности. Еще один немаловажный факт. Наших водителей нет в федеральном черном списке. Ваша республика относится для нас, для страховщиков, к числу благополучных. У нас есть так называемые токсичные регионы, в которых страховщикам крайне сложно работать, высокая аварийность, смертность. Но вот на сегодняшний момент из 80 субъектов вы находитесь в самой нижней части, то есть хорошей, так называемой, для страховщиков зеленой зоне. Федеральные эксперты разработали и специальную образовательную программу. Здесь всего 4 обучающих блока. Для юных и уже самостоятельных пешеходов, будущих водителей, педагогов и родителей. Все направлено на снижение детской смертности на дорогах. Только в этом году в Коме в авариях пострадали больше 150 несовершеннолетних, пятеро погибли. Данная лаборатория, как нельзя, кстати, нам на сегодняшний день в помощь. Почему? Потому что если раньше мы, грубо говоря, при помощи каких-то подручных материалов, каких-то самостоятельно выдуманных и изготовленных раздаточных средств проводили такую пропагандистскую работу, то сегодня это наглядное, хорошее оборудование, которое позволит нам пропагандистскую работу именно с детьми. Свою пропаганду в республике ведут и юные автоинспекторы дорожного движения. Сегодня такие отряды есть практически при каждой школе. Вот только вовлечены в них далеко не все школьники. Если мы это учим, то мы уже все равно придерживаемся этим правилам уже и переходим по правильным местам и, как бы, если что, пытаемся что-нибудь сделать. А они не переходят нигде, они ничего не делают. Если что-то случится, они просто поключат и убегут куда-нибудь, чтобы, ну, как-то вызвать кого-то, но, как бы, не попытаются оказать первую помощь. Новый центр по профилактике должен охватить больше четырех тысяч юных жителей республики. До конца этого года передвижная лаборатория безопасности успеет объехать соседние со столицей Коми районы. Работать педагоги будут совместно с инспекторами ГИБДД.